всем привет с этим видео выпуском я начинаю новую рубрику пробное название нам пишут будет естественно заведен плейлист и я буду этот плейлист пополнять новыми видео выпусками в которых буду затрагивать тему комментариев неадекватных пользователей ютуба людей с психологическими травмами полученными не знаю во время тренировок или во время игр в компьютере вернее игры в свои компьютерные вот эти вот стрелялки бойни и так далее ну и вообще придурков так вот на сегодня я собрал некоторые комментарии в кучку чтобы вам дать приблизительное сказать так обозрение того что люди пишут как они пытаются себя выразить естественно эти комментарии я буду сейчас зачитывать ну и вы будете видеть как они пишутся то есть ну можно сказать сто процентов вот этих вот людей которые пишут эти комментарии они безграмотные причем безграмотные настолько что наверное в школе отучились до восьмого или девятого класса и потом учителя вздохнули с облегчением когда вот эти вот неучи от них ушли потому что если уже до восьмого девятого класса и учителям не удалось привить им любовь к русскому языку любовь к грамматике к тому как правильно писать то увы жизнь уже этому не научит так вот это маленькое вступление у меня на канале очень много видео коротышек и полных видео выпусков где я показываю различные комбинации работы на деревянном манекене конечно это не чистый венчун и это не хунгар это именно то что я взял из венчу на компиляции различных комбинаций сложил все это воедино и показываю многим людям это нравится кому-то это не нравится кто-то проходит мимо кто-то просто пролистывает но есть люди которые пытаются обратить на себя внимание и вот совсем коротко один товарищ написал да я обратил на него внимание посмотрел на его канал канал никакой ну и судя по всему автор того канала тоже в полном неадеквате он просто написал хорош долбить буратину это на одну мою коротышку где я показывал различные комбинации с деревянным манекеном молодец чувак как сказать юмор если ты считаешь что это юмор то это было не смешно это скорее вызывает сожаление к тому кто это написал ладно идем дальше к одному из моих видео видео обзоров о венчун о карате различные комбинации перестановки рук ног применение их в реальном поединке тоже один товарищ написал судя по всему узкий специалист у меня уже было после того видео еще одно в котором я упоминал этот комментарий ну вот сейчас так начинается новая рубрика я пишу вернее зачитываю этот комментарий так как он тогда мне его написал венчун шаолин карате по моему бред борьба это сила то есть человек узкий специалист в своей области в том спорте каким он занимается естественно почему он пришел к такому выводу потому что последние вот сколько лет 15-20 вот это вот ВКФ настолько настолько скажем так уничтожила испоганила изгадила традиционные стили карате что у многих людей складывается впечатление того что карате это ничто только при одном слове карате потому что многие видят вот эти вот соревнования по ВКФ как там прыгают эти как деревянные человечки друг напротив друга и выигрывает тот кто или все таки ухитрился ударить кого-то или попытался ухитриться провести комбинацию но не получилось или прыгал больше и лучше чище чем его соперник естественно такие вот люди когда видят соревнования по ВКФ считают что о блин карате да это все муть это все фигня потому что мы знаем что такое карате знают на основе того что они видели соревнования по ВКФ поэтому и пишут товарищи винчун шаолин карате по моему бред борьба это сила ну естественно соревнования по борьбе смотрится намного ярче намного красочнее и там спортивных переживаний намного больше потому что для борьбы еще не создана такая фриковая федерация как ВКФ чтобы просто косить бабло с людей которые туда приходят вычеркиваем была у меня маленькая коротышечка где я основанием ладони ломаю бетонную вот эту вот плитку там по моему толщина этой бетонной плитки 3 см это это было на самом деле это это был не фейк это была настоящая бетонная плитка я ее сломал и вот один человек просто написал догонишь он не поверил тому что увидели его глаза это как есть такая вот история не история не помню кто из классиков сказал это даже если вы будете уметь ходить по воде все равно в толпе найдется тот кто скажет смотрите да он даже плавать не умеет ну вот этот вот комментарий относится к таким вот подобным вот товарищем увидел что я сломал бетонную плитку рукой и все равно в это не поверил очень очень много на канал приходят людишек именно людишек а не людей которые сравнивают меня с лукашенко ну во первых когда кого-то сравнивают с какой-то знаменитой личностью с политическим деятелем это только плюс это только превозносит тебя над остальными в принципе я не против того чтобы меня сравнили с лукашенко но только с хорошей стороны потому что различные вот эти вот комментарии типа блин батька жрет картошку блин или там бульбу там или еще что-то типа вот лукашенко ты ли это или путин дзюдо лукашенко венчун такие комментарии действительно не вызывают никакого другого отношения к не только к себе но и к авторам этих комментариях как негатив потому что ну елки-палки ребята ну вроде бы все взрослые люди но ведете себя как черт знает что ладно по теме самообороны по теме различных вот этих вот примеров из стилей из направлений очень много у меня на канале как каратыша так и видео обзоров видео объяснений и вот под одним из таких вот видео у меня появился тоже эндемик отечественной природы скажем так мы уже подходим мы уже подходим к более ярким таким комментариям к более жестким комментариям рубящим правду матку как говорится привет друг дай я тебе втащу может проще в челюсть дать чувак что ты хотел этим сказать то что ты в перерывах между поеданием бутербродов сидя за компьютером можешь поднять свою задницу и кому-то втащить кто реально занимается восточными единоборствами кто реально может тебе на то пока ты будешь пытаться втащить влепить в рожу и ты рассыпешься блин чувак ну елки-палки займись хотя бы своим самообразованием блин хотя бы научись правильно писать с политической ситуацией сейчас вот на европейской части континента достаточно много людей которые просто просто-напросто считают своим долгом унизить человека который которого они не знают они пытаются унизить этого человека только потому что он разговаривает допустим на украинском языке или на русском языке только потому что сейчас вот такая вот негативная ситуация на территории Украины благодаря России не буду вдаваться в подробности не хочу затрагивать тему политики то что у меня кредо ни политики ни религии ни семьи я не обсуждаю на канале так вот человек увидел это писал человек с Украины увидел что я разговариваю на русском языке и решил хоть как-то но попытаться унизить чувак по ходу ну лишнюю бутылку самогона ну во-первых чувак это кастрированный баран если ты не знал я же человек во-вторых самогон я не пью водку я не пью к алкоголю отношусь не то чтобы сказать резко негативно но оно есть я знаю что оно есть но мы с ним не друзья а то что ты вот так вот написал да ты обратил на себя внимание теперь ты становишься в один ряд с теми придурками и идиотами которые у меня на канале пытаются проявить себя как личность специалист крутой специалист по восточным единоборствам иначе этого человека называть нельзя его комментарии под одним из моих видео на улице в морду бьются старта из-под тишка ну естественно написал с ошибками судя по всему насмотрелся там ассасин крит ипман фильмов с джеки чаном фильмов с ван дамом и наверное то что я показывал технику дайторю его это не впечатлило и он решил высказать свое мнение ему в ответ могу сказать следующее займись спортом научись хотя бы отжиматься научись хотя бы приседать просто научись хотя бы элементарной ОФП а потом мы с тобой будем говорить на околоспортивной теме ну естественно научись писать правильно если ты уж пишешь по-русски еще под одним видео где у меня затронута тема тамешавари ломание предметов руками один написал а можешь ногой могу и ногой но только не хочу и конечно же в заключении у меня остался вот такой вот интересный комментарий человек на аватарке которого синичка я уж раз он так вот мне открыто сказал попытался типа меня принизить или оскорбить я не знаю что он хотел какую цель он преследовал Сережа Боровицкий с аватаркой синички он написал просто под одним из моих последних видео где я тоже показываю технику Вин Чун клоуны не перевелись еще куда они должны переводиться из какого цирка в какой если что ты скажи я могу тут посодействовать у меня здесь знакомых много среди артистов среди актеров среди радиоведущих здесь в Германии в Москве если что я могу попросить их они посодействуют тебе клоуну перевестись из одного цирка в другой я ради интереса посмотрел канал этого Сережи Боровицкого ну что можно сказать если этот чувак я уже говорил чувак это кастрированный баран если вот этот вот дружочек захочет принять участие в первенстве или в чемпионате по электронным трехмерным играм я думаю он сможет занять какое-то место даже выиграть денежный приз у него на канале его его кусочки нарезки где он играет вот игру обитель зла и как он там супер круто все это проходит и все то есть вот это вот извините за выражение психологически недоразвитое создание не только он и все кто пишут мне такие комментарии они считают себя умнее чем я но ребятки вы глубоко ошибаетесь вы очень глубоко ошибаетесь потому что вы со мной даже в одном ряду стоять не можете хотя бы по грамматике русского языка не говоря уже об остальном вот так вот это да это такие вот сбор маленький такой вот комментариев такой вот маленький у нас видео обзор это первое видео из плейлиста комментарии неадекватных пользователей так мы этот лист и назовем вернее уже назвали ну и это первый видео обзор плейлист будет пополняться не забудьте подписаться на наш канал поделиться видео с друзьями оставить лайк адекватные комментарии ну конечно же если вы хотите какую-то гадость написать пожалуйста welcome пишите будем сохранять будем публиковать будем придавать это огласке среди широкой общественности чтобы люди знали кто их окружает в действительности просто некоторые товарищи которые пишут такие вот комментарии да они бы мне втащили да кто я такой да они знают лучше все это ребятки без проблем пожалуйста на ваших каналах видно что вы играете в компьютерные игры и больше нихрена в жизни не добились ничего не умеете пожалуйста не забывайте о том что виртуальная реальность кардинально отличается от реальной действительности и в действительности вам действительно могут втащить несмотря на ваши заслуги в какой-то компьютерной игре всем удачи с вами был я Владимир Козырчук автор канала Old Dutchman пока века 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 века